ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы рассказать вам о танке Leopard Porto Tip-A. Ну и на фоне вы можете увидеть два моих неплохих боя, но в них особо ничего такого наугибаторского нету. Ну, больше, в общем-то, я пока что ничего на этом танке такого не сыграл. Ну, хорошие бои были, я вам их показывал раньше. Ну, а так как я танк уже прошел, то и ничего, в общем-то, такого больше не осталось, чтобы прям показать и удивить всех. Но рассказать кое-какую свою, в общем-то, мысль об этом танке я могу. Ну, честно говоря, Leopard Porto Tip-A очень сильно изменился. Я начал на нем играть еще тогда, когда его не аппали, и это был просто отвратительный танк. Один из худших на девятом уровне, если не худший. Потом его неоднократно аппали, даже в патче 0.9.13 сильно его аппали. Там стабилизацию мы сделали лучше, ДПМ даже серьезно там улучшили. Ну, кроме того, там и время сведения тоже сделали быстрее. ХПН в 50 даже добавили. В общем, серьезный довольно-таки апп. И это еще не один апп, были и раньше аппы этого танка. И сейчас он, в принципе, стал вполне неплохим. В общем, нету какого-то отторжения от этого танка, желания побыстрее его продать там. Такого уже нету. Тем не менее, Leopard мне очень сильно понравился. То есть, это не тот танк, на котором я бы кайфовал, потому что танк чрезвычайно сложный, ну, по крайней мере, для меня, для моих рук. Потому как я не очень люблю вот такие вот абсолютно картонные танки. Впрочем, у Leopard есть очень много плюсов, особенно сейчас. И если вы будете прокачивать этот танк, то, я думаю, может быть, он даже достает вам какое-то удовольствие. Правда, вы будете наверняка привыкать какое-то время к этому танку. Если вы, правда, не играли на чем-то подобном раньше. Но, в любом случае, танк весьма сложный. И смогут его применить хорошо только опытные игроки. Остальные, кто плохо играет, в общем-то, будут на нем, наверное, по-прежнему мучиться. Ну, и не из-за того, что Leopard ничего, в общем-то, в бою не может сделать. Наоборот, он вполне сейчас может быть эффективен. И что же у него есть? Во-первых, пробитие 268, ребята, для девятого уровня. Это очень комфортное пробитие. И танк почти что не нуждается в голдовых снарядах, но только в некоторых редких случаях. Там голда у него тоже хорошая. Кумыли с пробитием 330. Это вообще замечательно. Ну, и 268, в большинстве случаев, достаточно. Разброс на 100 метров тут составляет 0,32. То есть точность очень хорошая. Время сведения 2,1. Тоже весьма быстрое. Снарядов у танка весьма много. Альфа тут хорошая, 390. ДПМ тоже вполне нормальный по нынешним меркам. Прочность апт, ну, как я и сказал, она стала 1700. И это тоже немало. Брони тут, в общем-то, особо никакой нет. У танка пробивается хорошо не только в башню, но еще и в корпус со всех сторон. Танковать почти что невозможно. Динамика и маневренность у танка хорошая. 21 лошадиных сил на тонну, 830 лошадиных сил двигатель. 40 тонн танк весит устойчиво к таранам. Максимальная скорость 65 км в час. Очень даже хорошая. И танк реально для нее разгоняется. Вполне бодро танк поворачивается. Ну и скорость поворота башни тоже приемлемая. Обзор хороший. 400 метров УВН тоже вполне неплохие. Конечно, прям играть от рельефа сложновато порой, но хватает для комфортной стрельбы. Для кого, в общем-то, этот танк подойдет? Ну, я думаю, подойдет он для скилованных игроков преимущественно, который играет, в основном, из пустов, скажем так. То есть особо не рашат там, не высовываются, стреляют из инвиза или стреляют из отских союзников. Иначе как-то сражаться на Леопарде весьма сложно, проблематично, потому что танк легко пробивается. У него довольно слабый БК. Могут и башню там с одного выстрела снести. Брони, как я уже сказал, у него нету. И приходится играть весьма осторожно. Танк больше подходит для любителей второй линии. Это и так очевидно. Но есть некоторые, скажем так, нюансы, которые позволяют играть порой довольно бодро на этом танке. Но, опять же, не танкуя, а в основном пробираясь по тем зонам, где противников немного, где есть много пространства, кустов. И вот так вот, скажем так, в таком вот стиле ниндзя пробираться в тыл к противнику и расстреливать вражескую команду из тыла. Ну, а в основном весьма довольно-таки сложно играть на Леопарде в каком-то динамичном стиле. Если вы там создадите взвод, например, Пистэ 54, двух штук и Леопард, то Леопард вечно будет там отхватывать, сливаться. Те же 54-ки, они гораздо крепче и способны гораздо дольше выживать в бою. Но свое дело Леопард выполняет вполне хорошо. Он может поддерживать свою команду стрельбой там издалека, пробивая без проблем противника. При этом, даже если вы, так скажем, не любите голдовые снаряды, считаете, что они для полных раков, то на Леопарде вы все равно не будете никаких проблем испытывать, потому как пробитие тут действительно великолепное. Поэтому, если вот так вот осторожно играть, не спешить, занять какую-нибудь позицию, пострелять, потом осмотреться, увидеть, что, в общем-то, все безопасно, можно ехать и вот так вот пробираться дальше до новой позиции кустовой и оттуда расстреливать противников. Вот так вот я вижу, в общем-то, этот танк. Сам по себе он редко может что-то сделать. То есть, если требуется какой-то танк для того, чтобы продавливать, для того, чтобы как-то помочь союзникам в плане именно брони, то это точно не к Леопарду. Это танк совершенно, скажем так, пассивный в этом плане. Но сам он может выполнять только роль поддержки, но при этом он ее выполняет хорошо. Но, правда, стоит отметить, что раньше Леопард вообще не мог себя проявить в каком-то активном плане. То есть, этот танк был чисто для того, чтобы занять пусты и сидеть там весь бой, потому как только вы начинали ехать, у вас там прицел был на весь экран, то сейчас все стало гораздо, в общем-то, лучше. То есть, вы можете там вместе с группой средней, ну или каких-то еще быстрых танков, поехать, напасть на какого-нибудь противника или на нескольких врагов, ну и довольно-таки бодро на средних дистанциях расстреливать, их там высовываться, стрелять, пробития вам хватает, точности тоже, ну и сведения, ну в плане стабилизации вполне добротные. Конечно, опять же, нужно смотреть, чтобы по вам никто не вел огонь, или это было минимально, потому как только по Леопарду начинают стрелять, то быстро он сдувается, отправляется в ангар, и его весь потенциал, в общем-то, не реализуется. А потенциал этого танка заключается в том, что он хорошо стреляет издалека. То есть, это он делает просто замечательно, ну и так как у него просто хорошая скорость, он способен занимать какие-то важные точки на карте, и способен помогать союзникам в разных местах на карте, если это требуется. Но в ближнем бою с какими-то бронированными тяжелыми танками, танк просто никакой, вот совершенно никакой, если какая-нибудь 54-ка или Е50 может что-то сделать в ближнем бою, то этот танк просто ничего не в состоянии сделать, он, конечно, будет пробивать, но при этом он сам будет отхватывать, и даже дело не в том, что вы будете терять ХП, а каждым выстрелом вам то БК там снесут, то еще что-нибудь, и в итоге танк становится критованным, и его эффективность падает, и он сливается. Ну, я, конечно, Леопарда не оставлю, потому как, ну, как я сказал, это не мое, такие танки, тем не менее, Леопарда 1 я куплю когда-нибудь, когда у меня деньги будут. Ну, а Леопард, прототип А, сейчас уже не худший средний танк 9 уровня, вполне можно его пройти и наносить за бой много урона, просто для этого потребуется много терпения и скилла. Ну, и на этом все, друзья, спасибо за просмотр, желаю вам удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok